Это уже неспроста. Об этом, в этом, может быть, я потому что не знаю, напишу в комментариях, нет, может быть, я забуду это сделать. Поэтому на всякий случай расскажу здесь, пока мы не начали. Значит, в игре 15 глав, то есть мы сейчас находимся на середине, это у нас будет сейчас, по-моему, седьмая глава, вот, и всего их 15, то есть мы, в принципе, половину игры с вами прошли. Второй момент, для чего был нужен нож? Он нужен был для того, чтобы вот эта платформа, которая ездит, и на которой стоит наш кубик, на котором мы наверх залазили по Лиану, вот, у него вот этот аппендикс, на который я нажимал, чтобы этот кубик передвигался, мы туда вставляем нож, платформу передвигаем обратно, и, короче говоря, этот аппендикс, кубик, двигаем, вот, когда мы выходили оттуда, с левой стороны, помните, на возвышении была как раз-таки дыра, куда я не знал, как зайти, наверху, так как на втором этаже. Вот туда можно было попасть с помощью этой платформы, вот, и, в принципе, оббежать тех двух монстров, мимо которых мы с вами успешно прокрались. Вот, поэтому, в принципе, ножик ничего особенного не дает, мы через монстров успешно с вами прошли, и, по большому счету, ничего не потеряли интересного в игре. Поэтому давайте проходить дальше, мы с вами находимся в замке, за окнами идет дождь, как обычно, в принципе, у них вечный дождь, я так понимаю. Выглядит замок, конечно, круто и клево. Так, давай вначале тут пошарюсь, ты не против, да, что я тут пошарюсь чутка? Я просто люблю вообще везде вот лазить. Я прям нашим хлебом не кормить, дай что-нибудь полазить там, пособирать. Вот, видишь, я нашел эту штучку прикольную. Так. Тут что, тут ничего нету. Там что? Что там? Ничего нету. Вот, все, я полазил, я свою душеньку успокоил. Тут ничего нету, с кому не ездить. Я взял бы какой-нибудь фломастер, вдруг пригодится. Мало ли. Ну все, я полазил, готов с тобой пообщаться, в принципе. Я-то думала, мы вас потеряли навсегда. Почему вы в маске? Что это на мне надето? Что за хрень тут происходит? Вас сюда принесли голым и раненым. Вы дрожали и бормотали во сне. Но теперь все в порядке. Вы больше не один. Что случилось? Где я? Мы на окраине Брикмура. Здесь Алла Ложи нас не найдет. Уверена, у вас много вопросов, но задать их лучше Сабиниану. Мне поручили за вами присмотреть. Кто такой Сабиниан? Владелец особняка. А также правая рука Аманды. А, Аманды. Так бы сразу и сказали. Какая еще нахуй Аманда? Хе-хе-хе. Сабиниан все вам расскажет. Он в библиотеке. Кто вы? Ах да, где ж мои манеры? Зовите меня Мейбл. Просто Мейбл. Жаль, что мы познакомились при подобных обстоятельствах, Мейбл. Меня зовут Виктор, но в последнее время все меня зовут провидцем. Возможно, я вас обрадую, не вас первого. Говорят, провидцев много. Правда? Сколько? Кто-то из них тоже тут? Думаю, вы скоро получите ответы. Но не от меня. Ладно. Почему вы в маске? Это один из обычаев нашего общества. Я уважаю этот обычай. Что за общество такое в масках? Самое лучшее. Сами увидите. Ладно. Хм. Пойду поищу. Сабиниана. Простите, если показался грубым. Вокруг какая-то поебеть творится. Хе-хе-хе. Ведь мягко сказано. Понимаю. Встретитесь с Сабинианом. Да у вас, я думаю, ничуть не хуже творится, блин. Така ж херня. Эх, ладно. А какого у тебя цвета глаза? Ну, посмотри на меня, голубого? По-моему, да? Что голову не хочет поднимать. Ну и ладно. Не хочешь как хочешь. Ничего интересного, да? Это типа птичка убитая, что ли, лежит? Нужно найти телефон и позвонить Лили. Веселенький, предстоит разговор. Итак, седьмая глава. Добро пожаловать в наши ряды. Прикольно, бабочки летают вокруг лампы. Крутяк. Так их плохо видно. Так. Вот что, можно наверх забраться? Сейчас заберемся, погоди. Так, что у нас тут? Фотки всякие. Мы их, по-моему, видели уже все это дело. Да, кстати. Вот тут у нас была девица, которая плакала, которую мы самой последней позвали. Видимо, она нам в чем-то и будет помогать, наверное, скорее всего. А, наверх, по-моему, тоже залазили, если я не ошибаюсь. Так, ладно, давай тут выдвинем. Что тут? Ничего нет. Тут что? Кукла. Кукла Вуду, кукла Шмуду. Так, а это что? Не берется. Не берется. Закрываем. Шкатулка не берется. Окей, погнали наверх. Поглядим, что там. Говорила мне, мама, на чердак не лазить. А у нас света нету. Тут темно, как в жопе. У одного небезызвестного персонажа. Тут дверь закрыта. Ну, короче, тут ничего путного нет. Окей. А что, спрыгнуть не могу, что ли? О-о-о-о. Тяжелый случай. Порезли вниз. Такой все медленно и тягуче. Окей, слезли. Так, что у нас? Встретитесь с Сабинианом. Не нам. Сабиниан, не нам. Нам, наверное, вниз надо будет спускаться. Давай тут сейчас везде полазим. Так. Так. Тут у нас проходила это Тайная Вечеря какая-то. Или как ее там назвать? Че, 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 че. А, тут можно что-то из инвентаря поиспользовать. Окей. Вот эти штуки тоже можно было открывать. О, долго же я спал. В смысле, долго. Ты время запомнил, что ли? По-моему, там вообще не до времени было. Мы на окраине. Хорошо. Чем дальше от Бликмара, тем лучше. Я не думаю, что тут лучше будет, дружище. Тут будет херово так же, как и там. Поверь моему опыту. Так, вот здесь двухголовый чувак у нас сидел. Ну, сейчас его, соответственно, нету. Зато есть карта. The Moon. Луна. Окей. На улице снова льет. Хмурые дни хмурой жизни. Цитаты нашего героя. Так, тут не вижу смысла открывать что-то. Так, не женцы. А что тут интересного? Ничего тут интересного нету, да? Фоточка. Ого. Ну, пока вот сколько, может, полигры прошли, я ничего не увидел абсолютно тут, что было бы 18+. Вот серьезно. Поэтому я не понимаю, к чему тут вообще нужны какие-то... Нужны какие-то 34-10. 34-10. Надо записать. Сейчас, погодите, 5 секунд. 5 секунд. 30-34-10. 10 со стрелочкой. Вдруг это что-то значит. Кто его знает? Так, окей, записали. На лошади. А в прошлый раз я, по-моему, не видел этого. Да? Так вот, ничего я не увидел в игре абсолютно какого-то адски развратного или еще что-то подобного. Вполне себе нормальная, приличная игра. Нож. Клево, я бы взял ножик. Только тут нужен какой-то ключ. Ага, ванна. Так, надо сдернуть толчок. О, водичка пошла. Нормально. А в Брикмуре, кстати, воды не было. Заметили до предоточки и сдергивала. Так, ладно, воду не тратим. За воду платить надо. Че тут интересного есть? А ничего, да? Почему-то зеркала такие прям это. Решили, короче, с зеркалами не запариваться. Ребятки в игре. И решили сделать их не отсвечивающими, без отражений. Тут просто какая-то это, салфетка, да? Салфетка. Я же просто обязан везде воду включить. Батарея, смотрите, как клево. Блин, у меня в дом была такая батарея. Офигенская. Смотрите, какая шикарная. Вот это крутяк. Я думаю, даже во дворце такой батареи нет, как здесь. По-любому теперь увидят мой ролик и купят себе такую батарею. Потому что как без нее-то? Че это? На птицу смахит. А, это павлин. Павлин. Девица какая-то стремная. Тут с черепом сидит какая-то дамочка. Тут закрыто. Люблю эротику в искусстве. Ага. Ну тогда ты прям по адресу попал, дружище. Тут тебе будет все, что захочешь. Так, че, куда вот нам надо идти? Я помню про эту тайную дверь. Помните, я говорил, она нам пригодится. А, это любопытно. Какое разочарование. Я же говорю, с ней какая-то штука прям связана. Сто пудово. Сто пудово. Так, тут никого. Тут какой-то чувак. Наш, не наш, он интересно знать. С ним нет, надо разговаривать. Закрыто. А если бы я захотел уйти, то ты бы не ушел отсюда. Дружище, смирись уже с этим. Так, че тут картинки? Картинки, клевая картинка, кстати. Так, открывайся. Ее, чтобы взять, ее можно взять. Интересно, для чего она нам? Подушка. Так. Картина ада. Простая картина, изображающая ад. В смысле изображающая? Где там ад-то, че-то я не вижу. Просто горят дома. Фигня какая-то. Врут нам на каждом шагу. Ад не так выглядит. Так. Так, так, че это у нас? Че за створки такие? Это такая картина, что ли, из двух этих? Прикольно. Прикольно. Ну, очень красивый дом. Немного пыльный, но мне так даже больше нравится. Олень. Медведь на скрипке, а это кошка. Кошка на скрипке играет. Утюг. Молодый. Это че, еще какая-то тайная комната, что ли? Ага. Три, четыре, один, ноль. Три. Пусть это будет четыре. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Может, вот это четыре? Погоди. Я открыл! Офигеть! Как это у меня получилось? Прикиньте! Я сам, я думал, все, короче, забросить это дело. А я его открыл. Охренеть! Вот это везение, ребятки. Просто жесть. Я, блин, я даже не ожидал такого. Вот это крутяк. Экстази мембершип лист. Это, видимо, те, кто посещал здесь, да? Арак Геймс там был. Теперь сюда впишут рандом гейм. Тоже был. Окей. Че за звук? Че ты тут мне тут звучать начинаешь? Как-то странно. Так. Тут клад, смотрите. Ребятки. Еще какая-то бутылка. Зелье. Этот безумный напиток точно улучшит самочувствие. А может и нет. Зелье восстанавливает одно очко здоровья и одно очко психического здоровья. Возможно, непредсказуемые побочные эффекты. Вы выбрали дар, который восстанавливает одно дополнительное очко здоровья. Окей. Окей. Давайте маски посмотрим. Так себе. Ну, вот это ничего такая, да? На ктулху смахивает. Ну как? Чисто вот этими нижними своими отростками. Ну, это херня какая-то. Откровенно. Откровенно херня. Тоже так себе. Тоже не особо. Архангел. Джей Ти. Архангел. Чушь какая-то. Ну вот это ничего такая. С крестом особенно. Вот с этим красным. Прикольно выглядит. Так себе. Ну, довольно оригинально. Симпатично. Красивенько. Не очень удобно, я думаю, ее носить. И не особо оригинально. Так себе фигня. Так. А зачем мы их все вот смотрим? В чем прикол? А где глаза? Нормально. Слепая маска. Это вообще какая-то фигня. Так. Ну что. Какая самая клевая-то? На. Колитесь. Пишите в комментариях. Мне, знаете, какая понравилась? Мне, наверное, понравилась все-таки вот эта вот ктулху. Довольно оригинально выглядит. Так. Окей. Тут у нас ничего не открывается. Ну, так в принципе все. Что тут? Тайную комнату мы посмотрели с вами. Пошли отсюда. Но мы с вами разжились одним бинтом и двумя бутылочками. Успокаивающего. Что тоже неплохо. Вообще не ожидал, что я открою эту дверь. Прям вот ей-богу. Я бы выпил, но сейчас не самое подходящее время. Так. А зачем ты их берешь с собой? Просто картина, изображающая землю. Окей. В бильярд сыграть не хочешь? Никогда я не умел играть в бильярд. Там ничего сложного. Я, кстати, это, ЧБД смотрели, да? Там был этот. Однорукий. Как его зовут-то, блин? Я не помню фамилию. Ну, комик с одной рукой. Его там спрашивали что-то про бильярд, короче. Он говорит, вообще офигенная игра. Я обожаю, говорит, в бильярд играть. Что-то там такую тему они ему задвинули. Ну, он такой бильярд, вообще, говорит, круто просто. Просто крутяк. Так, ну чё, тут ничего нету, окей. Очевидно, они не хотят, чтобы я туда заглядывал. Хм. Ну, прям вообще, да, за шторку не заглянуть. У них тут столько безделушек, интересно, кто вытирает с них пыль. Да уж. Давай, закрою. А с боков ничего нету? Ничего нету. Так, лады. Это мы в это стоим. Ну, тогда, получается, нам только надо вот к этому чуваку идти. Ну, а давай, по возможности, я вначале вот сюда вот. Впечатляющая библиотека. Я мог бы застрять тут на целый день. А, тут вот, кстати, пароль, смотрите, третья. Вон какой он простой, пипец. Первая Аш, третья эта. Да, ничего вообще сложного-то нету. Да? И где-то тут, видимо, ещё есть подсказочки. Поэтому, да, вот смотрите, четвёртая, вот эта. То есть, в принципе, мы бы с вами в любом случае попали. Но у нас есть ещё один пароль. Три, четыре, один, ноль. Я помню про него. Куда он применяется, пока неизвестно. История имени Бога Вожделения. Существуют две распространённые формы написания имени Бога Вожделения. Лауф Абрарк и Лауф Абрарк с маленьких букв. На самом деле, первый вариант является ошибочным, хотя и используется чаще. Но почему мы пишем имя Бога Царя Лустга со строчной буквы? Так решил просвещенный Ла Сих, потому что хотел донести важный посыл об истоках и происхождении края вечного наслаждения. Лауф Абрарк преобразил обитателей Лустга в существ, способных испытывать вечное наслаждение, но сам не изменился. Чтобы править Лустга, он сам не мог испытать свои наивысшие достижения. Иначе это привело бы к мгновенному краху Лустга. Поэтому Бога Вожделения также называют великим мучеником. Это доказывает, что для Лауф Абрарка его творение Лустга было гораздо важнее, чем он сам. Написание его имени со строчной буквы несёт этот сокровенный смысл. Ну окей, полистать мы тут не можем, да, её никуда? Да. Лады. Лады. Так, а где четвёртый пароль? Четвёртая буква. Четвёртая, вернее, есть. Две ещё есть, одной не видел я. А вот она ещё, вот на вторая. Всё понятно. Так, тут надо будет чё-то как-то открыть, пока это не работает. Похожую схему мы уже с вами видели. Ничего, что я по библиотеке вот в тебя хожу? Ты же не против? Смотрите, как книга прикольная. Так, ну постой ещё немного. Потупи в окно. Ничего там нету. Ну давай, поболтаем. Приветствую, провидец. Для меня честь познакомиться с вами. Последний раз меня называли провидцем, когда пытались убить. Я зову вас провидцем, потому что вам виден мир, недоступный для остальных. Не будем придираться к словам. Знаете, любой, кому доступен дар провидения, пользуется чрезвычайным уважением в нашем обществе. Что я здесь делаю? Аманда и Джонатан спасли вас от печальной участи. Я почти ничего не помню, хотя, честно говоря, лучше и не вспоминать. Вам очень повезло, Виктор. Не каждому даётся сбежать от алой ложи. Аманда и Джонатан вытащили вас из театра и привели сюда. Никогда бы не подумав, что Джонатан склонен к насилию, но тем не менее... Боже. Кто вы? Мы такие же, как вы. Мы знаем, что окружающий нас мир не единственное отражение реальности. Мы ищем других провидцев, но не стремимся их использовать или убить, как алая ложа. И если не использовать и не убивать, то зачем они вам? Мы помогаем провидцам и принимаем их в видения с покорностью, так как им этого хочется. Наша задача – познать Лустга. А для этого нам нужны те, кому являются видения. Насколько мы помним, провидцев становится всё больше. Подобных случайностей не бывает. Я уже готов во что угодно поверить. Здесь есть другие провидцы? Да, Аманда – самая могущественная провидица из всех, кого я знаю. Она направляет нас. Благодаря ей мы узнаём правду. Вы сможете с ней поговорить, когда она прибудет в особняк. Что такое алая ложа? Раньше они входили в наше общество. Мы пытались заглянуть за кулис реальности и познать тайны Лустга. Края вечного наслаждения. К сожалению, произошла трагедия. Нам удалось переместиться в другое измерение. Некоторые провели там слишком много времени. Их тела испытали наслаждение, граничащее с болью, а их сознание погрузилось в неописуемый ужас. После этого они отвернулись от нас. И теперь они одержимы желанием уничтожить всё, что связано с Лустга. Некоторые превратились в непредсказуемых животных, которые не может усмирить даже Аустерлиц. Аустерлиц силы отправил меня в какой-то иной мир, чтобы достать какую-то там книгу. Природа Вселенных, что ли. А когда видение закончилось, книга всё ещё была у меня. Как это возможно? Всё было по-настоящему? Вы вернулись из Лустга с предметом в руках. Стало быть, Лустга — настоящая, материальная, содержится опасные знания. А что до книги природы Вселенных, если она у вас Аустерлица, это огромная угроза. В книге содержатся опасные знания. Многих провидцев заставляли искать эту книгу, но им повезло меньше вас. Почему бы не обратиться в полицию? Это же просто кучка сумасшедших. Сборище убийц и насильников. Полиция в кармане у Аллы Ложи. Они ждут, пока мы раскроем свои местонахождения, и тогда Аустерлиц нас уничтожит. Думаю, пока с вас довольны провидеть. Отдохните. Аманда скоро вернётся, после поговорим ещё. Можно от вас позвонить. Моя невеста наверняка волнуется, и это необходимо. А что не так? Как я уже говорил, у Аллы Ложи связи с полицией. Боюсь, они наверняка отслеживают звонки. Поэтому мы работаем весьма нестандартными методами. Телефон внизу отключён. Вот ключ от верхнего этажа. В моей комнате за картиной спрятаны несколько телефонов. Можете воспользоваться одним из них. Телефоны за картиной? Слишком долго не говорите и уничтожьте телефон, как только закончите. Наше местоположение раскрывать ни в коем случае нельзя. Это опасно как для всех нас, так и для вашей невесты. Ладно, буду осторожен. Окей. Ну, надо своей девушке позвонить. Не знаю, что ей думать. Как рассказать об этом всём Лили? Она решит, что я рехнулся. Нет, точно. Скажет, что вообще башкой поехала. Дом небольшой, я разберусь. Так, ну окей, дом небольшой. Нам не сюда? Я уж в коридоре не смог разобраться. Так, сюда нам надо, да? Да откройся до конца. Всё, что это конец у тебя? Пипец. Так. Девка какая-то. Ещё одна. Чё с тобой не так? А чё сюда можно вставить? Бутылку. Нет. Прикольно. Ладно, запомним. Так. Комната, по-моему, там у него, да? Поэтому давайте пока сюда прогуляемся. Эту штуку мы видели с вами. Ещё одна фотка. Так. Так, так, так. Ковёр. Картина. Всё заперто. А время, по-моему, так 12 осталось, да? Ну, тут время не идёт просто никуда. Фигурка. Ничего себе он там. Вот это талант у чувака. Ещё он её и душит. Она, может, уже и мёртвая, кстати. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Нет, она рукой, смотрите, голову держит, значит, живая. Офигеть, он вообще монстр. М-да. Чё там, чё-то взять можно было? Нет? Нет. Вот это, конечно, да. Похоже, здесь недавно что-то было. Похоже на то. Коллекция каких-то странных механизмов. Ни за что бы здесь не заснул. Так, окей. Открывайся. Ага, письмецо нашли. Провидица в неволе. Сабиниан, я долго не решалась ответить. Для тебя не секрет, что ты связан с прошлым, который причиняет мне сильную боль. Всё это время меня терзали сомнения. Я боялась рассказать миру о Луст-Га. Видения преследовали меня так долго, что мы с Джонатаном построили дом, основываясь на них. Он до сих пор думает, что просто придумал дом моей мечты. А я так и не могу понять, делал ли я это по своей воле или следуя его голосу. А потом был Уилард, этот монстр, который появился из ниоткуда и забрал меня в свой чёртов особняк. Я должна была быть лишена незначительным элементом его плана. Я напоминаю тебе обо всём этом, чтобы ты понял, какие воспоминания о пульте наслаждения у меня остались. Ты был там, был его частью. А теперь, когда мы с Джонатаном наконец-то вернулись к нормальной жизни, ты посмел мне обо всём этом напомнить? Прошу, больше не пиши мне, Аманда Мун. Аманда, которая главная провидица наша, да? Королева наслаждения. С самого рождения Аманду Мун преследовали сны Алустга, края вечного наслаждения, о мире и за пределами нашей реальности. Часто в её видениях появлялось таинственное здание, коридоры которого чётко отпечатались в её памяти. Когда Аманда вышла замуж за архитектора Джонатана Муна, они сразу решили построить дом. Аманда помогла Джонатану составить его план, подсознательно следуя видениям из детства. Когда они переехали в новый дом, радость от брака продлилась недолго. Уиллард и Елвертон, глава культа наслаждения, отыскал и похитил Аманду, после чего использовал её в своих целях. Источником видения Аманда оказался дар провидения, и именно он мог открыть врата в Лустга. Окей. Так, встаём. Черепушка. А, я знаю, куда её применять, ребятки. Давай возьмём. Похоже, это часть большой скульптуры. Чё, может сразу ткнуть? Как думаете? Сабинья А задаёт неудобный вопрос. Поначалу я был уверен, что он просто безумен, но теперь я начинаю видеть во всём этом больше смысла. Если ты как-то причастен к действиям этой суки Аманды, ты должен мне признаться. Будь со мной честен, потому что мне больше некому доверять. Приходи в отель, мы всё обсудим. И ещё раз прошу, будь честен. Помнишь, что я тебя люблю? Д. 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 Так, тут у нас телефон. Окей. Чё за одёжка? Тут ничего нет. Закройся. Тут тоже пусто. Окей. Так, я хочу вначале воткнуть эту штуку ей в лицо. Посмотреть, что из этого получится. Ха. Чё это? Статуэтка какая-то. Статуэтка Лауф Абрарка. Кто-то явно хотел спрятать эту фигурку. Спрятать. Закрой вот эту штуку, чтобы не впарили тебя, блин. Забери череп. Пипец ты тупень. Так, ну череп мы нашли у него в комнате. Значит, эта статуэтка нам для чего-то будет нужна, видимо. А вот для чего, интересно. Так, ладно, звоним. Сейчас нам предстоит разговор. Блин, с чего начать? Алло, Лили, это я. Но. Виктор? Я столько раз звонила в отель, трубку никто не брал. Боже, я так волновалась. Думала, ты мне позвонишь после визита к доктору. Где ты? Слушай, я даже не знаю, с чего начать. Безумие какое-то. Я едва не погиб, Лили. Что? Что ты такое говоришь? Что случилось? Мои видения. Это реальность, понимаешь? Доктор Аустерлиц хотел меня использовать. Его люди повсюду. Что? Где ты? Ты обратился в полицию? Нет, нет. Полиция с ними заодно. Они все на стороне алой ложи. Что бы это ни было. Черт, Лили, я понимаю, насколько безумно все это звучит. Но тут правда творится какая-то хуйня. Я даже не знаю, где я. Думаю, где-то на окраине Бликпура. По крайней мере, мне так сказали. Но, кто сказал ты? Как выглядит это место? Расскажи мне все, что можешь. Помогите. Нужна помощь. У нас тут раненый. Это, наверное, она. Черт, Лили, я побежал. Скоро перезвоню, обещаю. Виктор, ты заебался своими шутками. Ну-ка, быстро говори, где ты? Лили, тут есть одна женщина, у которой такие же видения, как у меня. Мне так сказали. Мне пора. Прости, скоро перезвоню. Виктор, Виктор, даже не думай бросать ебаную трубку. Мне жаль. А зачем ты ее сломал? А может, надо было лучше не ломать ее? Встретитесь с Амандой. Все, ты больше не можешь позвонить? Они все одинаковые, да? Ладно, окей. Так, вспомнить бы, куда статуэтку применить. Допетрить бы. Но не сюда же, правильно? Нет, конечно. Я вот сколько пробежал, и не помню, куда бы ее можно было бы применить. Статуэтку. Ты все еще тут? Мне реально не помню даже, куда, что это. Единственное, где нож. Но она сюда не подходит, правильно? Ага! Фига себе! То есть, получается, еще четыре надо найти. Три. Три. Офигеть. Вот это я вообще мегамозг. Так, я разбил телефон, как настоящий гангстер. Не говори. Гангстер. Вы че там? Ну, прекратите. Что происходит? Алла Ложе пыталась отправить его в лузгах. Он чуть рассудок не потерял. Таблетки в ванной, быстрее. Это вы, Аманда? Сейчас не время. Бегом за таблетками. Ох, ладно. Принесите лекарство страждущим. Так я там все уже это забрал. Если че так. Можно я к вам еще раз подойду? Вот так, типа я принес таблетки. Здравствуйте. Как ваши дела? Чуть я на шее, дружище. Ядрен батон. Ничего хорошего. Че, все-таки надо бежать за таблетками, да? Ладно, хорошо. Таблетки в ванной. Где ванна? Ванна, по-моему, на втором этаже была. Я же там все облазил, блядь. Все таблетки забрал. Ты че? У меня все уже в кармане лежит. Не, я не туда бегу. Не. Или туда. Я туда бегу. Погоди. Да чтоб тебя. Я че, дверь закрыл, что ли? Бля, вас что, стучаться не учили? А-а-а. Черт, простите. Аманда попросила принести какие-то таблетки. Конечно, все так говорят. Уродца до толчки я ни разу не видел, поди. Ебаный извращенец. Дональд, ты что, не слышал Аманду? Кто-то ранен. Таблетки в шкафчике над раковиной. Прошу прощения, Дональд не всегда умеет заткнуться вовремя. Ах, мало того, что мне приходится срать с тобой вместе, так ты еще и приглашаешь всех желающих посмотреть на представление. А ты, бери таблетки и уебывай. Ага, ладно. Ха, прикольный ты, чувак. Че у тебя с глазом? А-а-а, че я там вижу? Ядрен батон. Так, таблетки. Оп, взяли. Парнишка не в лучшей форме. Интересно, поможет ли ему это? Погнали, узнаем. А всего пару дней назад я счел бы эту встречу странной. Хе-хе-хе, не говори. Сейчас тебя уже ничего не удивляет, да? Я вернулся. Дай таблетки, Бобби, бедолага. Чуть не помер в лузга. Я-то знаю, каково это. Ага, ладно. На тебе вот эти. Ха-ха, не сработало. Ох, сейчас бы виски. Целую бутылку бы. Господи, что это было? Я... Что ты нашел в лузга? Не знаю, словами не описать. Я слышал крики. Я так понимаю, с братьями Шекли. Они тоже из лузга? То, что они выглядят необычно, еще не значит, что они не из нашего мира. Они сиамские близнецы. А, понятно. Слушай, это ты меня спас от алого лужа, так? Да, я... Было непросто, конечно, но я рад, что новый провидец с нами. Меня зовут Джонатан. Я муж Аманды. Виктор. Виктор Холлвей. А где Аманда? Мне сказали с ней поговорить. Блин, голова кружится. Кружится и кружится. Моя жена Аманда пошла поговорить с Собианином. С Собинианом. Наверное, они все в ее комнате на верхнем этаже. Просто разговаривают. Хе-хе-хе. Но лучше подождать, когда они закончат. Как думаешь, можно позвонить с одного из телефонов Собиниана? Я не договорился с невестой, она наверняка волнуется. На твоем месте я бы не стал без разрешения. Тогда подожду. Можно я пока осмотрюсь, взайму мозги чем-нибудь? Я антиквар. Мне нравится рассматривать всякий пыльный хлам. Ну, то есть, здесь не особо пыльно, зато хлама навалом. Ну, то есть, в общем, просто разомнусь. Раньше за чистотой следила Мэйбл, но теперь она только плачет по углам. А наш декор — это традиция нашего ку... общества. Осмотрись, если хочешь. Ах, да, в театре мы нашли сундук с вещами. Ну, проявиться. Он у выхода. Хорошо, посмотрю. Слушай, не знаю, что там было, но спасибо. Не за что. Дай знать, если что-то понадобится. Я останусь с Бобби. Только не режь никого. Ха-ха-ха-ха. Заберите свое снаряжение. Че ты дергаешься, а? Нормально все. Смотрите, че я запалил. Я запалил там маску и вошнюю. Видите, да? Блин, ее так не увидишь, да? Вон она лежит. Это же маска. Что-то тебе. По-моему, да. Так, ладно. Черная с немножко серебром. А вот этого я и не видел, кстати. Смотрите, какая штука прикольная. Как-то чересчур зловеще. Я предпочитаю обычных солдатиков. Это велосипед. Офигенно крутоцкий, конечно. Да. Просто супер. Так, так, так. Забрать вещи, да? Я догадываюсь, че они там с Аманда разговаривают. На какую тему. Он с ней разговаривает и разговаривает. И снова разговаривает. Так, че у нас тут? Офигеть. Лампа. Аптечка. Нифига, сколько у нас добра всякого. А это че? Это не мое. Это не мое. Ну и ладно. Так, осмотритесь в особняке. Че в нем осматриваться? Я же уже осматривался. Тут я ничего пока не могу применить, да? Так, какие у меня есть ключи? Ключ опять же от него есть. Но он только подходит, наверное, к той двери, да? Вряд ли я здесь смогу сейчас открыть. А тут вообще она не открывается. Угу. Тут мы были, тут мы были. Да я и трён батон. Вот ты мудень. А теперь он обосрался у нас на глазах. Два засранца с одной жопой. Превосходно. Может, вам и голову одну оставить? Прошу прощения, мы нашли эту маску в комнате Собиниана. И да, он от меня заставил. Ладно, шучу. Ох, блин, здорово вы меня, конечно. Что? Нет, мы так не планировали. Бля-бля-бля. Ладно. Засранца. Ключ. А я не могу его взять. А хотелось бы, честно говоря. Ты чё на меня смотришь? Не смотри на меня так. Так, эта девица ушла, да? Окей. Ага, ты сюда пришла у нас. Хочешь погадать мне? Давай, погадай. Развлекаешься с картами? Развлекаюсь? А Джонатан наверняка рассказал, какой же он всё-таки в болту. Только это не обычные карты, это Таро. Карты говорят, что скоро меня здесь не будет. Я собирался поговорить с Аманда и покинуть особняк. Нужно лишь дождаться, когда они с Собинианом закончат. Я пришёл попрощаться и поблагодарить за заботу. Вы с нами не останетесь? А зачем мне оставаться? Может, карты ответят на этот вопрос? Таро может просветить и пролить свет на будущее? Я в эту срань не верю с тех пор, как узнал, что Деда Мороза не существует. Возможно, после всего увиденного вы сможете открыть разум и познать неизведанное. Присаживайтесь. Что ж, в любом случае ждать. Тогда начнём. Этот расклад открывает тайны, которые скрываются на оси жизни. Они делятся на три части. Слева – прошлое, в середине – настоящее, справа – будущее. Всё просто. Выберите карты, которым вас тянет. Хм, ладно. А мне кажется, тут без разницы, что выбирать, правильно? Вот. Но, опять же, у нас для этого случая есть прекрасная девица и кубик наш. Давайте посмотрим. Один. Первый. Отшельник. Похоже, вы в последнее время сосредоточены на самом себе. Анализируйте действия, мысли и чувства. Как думаете, куда вас это привело? О, ну да. Как-то раз я заглянул вглубь себя и увидел, насколько я прогнил. Правда, мой врач оказался хуже болезни. Бывали в моей жизни решения получше. Ах, да. Вы уже знали кое-что о себе. Настал черёд второй карты. Выберите её из другой временной сферы. Ладно. Так, четыре, да? Четвёртое. Луна. Она означает, что вы начинаете воспринимать реальность по-другому. Тут уж не поспоришь. В лунном свете нереально становится реальным. И нередко истину сложно отличить от иллюзий. Ну окей. И что меня джёт в будущем? Первое. Башня. Вас ждут внезапные и резкие изменения. Думаю, я это уже пережил. К счастью. Эта карта в сегменте будущего означает, что самые значительные изменения впереди. Грядёт начало конца, и придётся привыкать к новому образу жизни. Первый вывод. Хватит с меня, Таро. Вот и всё. Надеюсь, карты Таро помогли вам понять некоторые элементы судьбы. Что думаете? Нет, что это всё херня. Я не верю в Таро, а вы неплохо разбираетесь в этих картах. Я не верю. Мне и раньше казалось, что Таро чушь собачья, а теперь я в этом убедился. Неважно, верите вы в Таро или нет, что есть, то есть, и изменить судьбу невозможно. Мне пора. Но спасибо за откровенность. Только настоящий мужчина готов раскрыть правду. Мда. Спасибо тебе за эту херню какую-то непонятную. Так, коняшку мы повращаем, но я так и не узнал, откуда эти цифры. Так, чё, пора это? А, ты уже освободился? Аманда ждёт вас у себя в комнате, провидец. Ладно, пойду к ней. А потом? Вы уже узнали свою судьбу? Стало быть, вы тоже верите в Таро и всю эту волшебную чепуху? Эзотерика полна китчей и противоречий. Но я верю в судьбу, как философский концепт. Отрицание существования свободы воли, преобладающая темой в мире науки. Этот урок я, наверное, проспал. Аманда вас наверняка заждалась, провидец. Кто-то тут ползает у тебя, смотри. Семейка. Жучков. Исчезающих. Фига себе ты, исчезающий вид жучков. Вот тебе раз. Глаза протрю, у тебя жуки вон бегают. Понятно всё с тобой. Так, так, так. Аманда, а где комната Аманды-то? Ждёт в своей комнате. Там, что ли? Картина. Картина рая. Простая картина, изображающая рай. Где она? Удачная возможность осмотреться. Прикольно. Стрелка, крест и дерево. Цветочек, цветочек. Не знаю, значит ли это вообще что-то или нет. А, книга. Помним, да и... Помним эту книженцию. Сейчас зайдёт, скажет, ну чё, везде пошарился. Это, видимо, её муж-архитектор, да? Это её маска. Прикольно, кстати. Такая простенькая и изящная. Нормально. Так, окей. Чё тут у нас происходит? Странная статуя. Вернее, не статуя, а статуэтка. Так, чё здесь? Картины. Анус. Анус. Почему тут всё в масках? Виктор, да? Да, Виктор Холлоуэй. Меня зовут Аманда Мун. Я искала тебя с тех пор, как мне привиделся антикварный магазин. Я отправила людей на поиски, но, к сожалению, у меня было слишком мало информации, чтобы успеть вовремя. О чём вы? Ты слышал мой голос. Я звала тебя. И я чувствовала тебя. Твой разум связан с моим через Лустга. Мне удалось соединиться с тобой через видение. Да, я понимаю, насколько странно это звучит, но другого объяснения нет. Магия? И вы думаете, я поверю? Край вечного наслаждения существует, а мы его голос на земле. Сбежать не получится, так что можно не сопротивляться. И как мне с этим покончить? Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое. Вот и всё. Из-за этих видений я совсем потерял себя. Ударил Лили. Попался в ловушку долбаного Аустерлица. Чуть не помер. Эти видения — дар, а не проклятие. Нас выбрало могущественное божество из другой вселенной. Представь, насколько это важно. И что это существо от нас хочет? Что ему нужно от меня? Это Лауф Абрар. Бог вожделения. Я слушаю его голос. Последнее время я пыталась выяснить, откуда взялось столько провидцев. И что удалось выяснить? Я могу решить твои проблемы, если ты мне поможешь. О чём речь? Болен не ты, а Лустга. И только мы можем искоренить болезнь. Пойдём. Ну, пошли. Бля, лады. Будь что будет. Будь что будет. Оглушающие крики слышны из-за ворот Зу Трара. Всё больше и больше провидцев пробуждаются от зова бога вожделения. Пришло время успокоения в космической утробе. Так, погнали. Можно я обратно уйду? Я ж по-любому не могу обратно уйти, правильно? Добро пожаловать в край вечного наслаждения. Какие-то новые ощущения. Я в кой-то веке не голый. Когда ты проходишь через портал, все вещи остаются при тебе. Отлично. Наконец-то будет чем обороняться. Нажим махать рано. Для начала познакомься с окружающим миром. А теперь, за мной. Путь понимания. Так, ребятки. Давайте-ка, наверное, мы на этом с вами и закончим, пожалуй. Да? Осторожно, здесь водятся мнаги. Они могут растерзать тебя за несколько ударов. А я-то думал, с вами я в безопасности. Так и есть. Но некоторые вещи даже мне не под силу. Так, значит, мы на этом с вами закончим пока что. Вот. И продолжим в следующий раз. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И спасибо всем за внимание. До свидания.